Одно из крупнейших приборостроительных предприятий страны Элара отметило 50-летие. Продукция завода известна ведущим корпорациям страны в сфере авиационного, железнодорожного, автомобильного производства. На праздник пригласили партнеров предприятия, а это более 150 гостей со всей России. С какими показателями подошел завод к полувековому юбилею в нашем сюжете. Высокая точность на всех этапах производства, начиная от механического цеха до сбора готовых плат. За последние 10 лет на заводе в техническое перевооружение вложили миллиард 300 миллионов рублей. Поэтому предприятие все очень гармонично, очень высококвалифицированный персонал, очень хорошая технологическая база. Поэтому обновление, оно проходит практически непрерывно. Продукция Элары хорошо известна авиастроителям. Сотрудничество компании «Сухой» с заводом началось как раз полвека назад. И по сей день чебоксарским приборостроителям доверяют самые сложные задачи. Элара сейчас в системе КСУ, коммерческой системе управления самолетом, присутствует на новейшем истребителе пятого поколения у нас, это Су-57. Еще одно стратегическое направление для Элары – сотрудничество с РЖД. Сейчас 40% продукции, произвезенной на чебоксарском заводе, отправляется в структуры российских железных дорог. Наиболее показательный пример – это система управления движением поездов на Московском центральном кольце. Сейчас телевидение показывает, ласточки по кольцу, так вот вся система управления, железнодорожные автоматики, я имею в виду перегонные системы, они изготавливались здесь. Сейчас активно идет поставка на Байкал-Амурского магистрали, Странсибирского магистрали, Сибирь и Дальний Восток. Это все оборудование Элары. В перспективе Крым, Крымский мост. Несколько лет назад завод начал осваивать еще одно направление – производство оборудования для теплоэнергетики. В ближайшие пять лет здесь ждут серьезного роста продаж. Об этом генеральный директор Элары Андрей Углов рассказал заместителю министра промышленности и торговли России. Михаил Иванов побывал на предприятии с официальным визитом. Создали программно-технический комплекс СУРА. Он автоматизирует технологию вырубки электрической тепловой энергии на ТЭЦ. Сейчас с силовыми машинами у нас в стадии реализации находится контракт по поставке этих систем управления для Сатаринской станции. Генеральный директор завода всегда подчеркивает – главная ценность предприятия – люди. Поэтому на торжественный вечер пригласили всех работников и даже ветеранов производства. А это более четырех тысяч человек. Награды из рук высоких гостей получили те, кто много лет посвятил заводу, кто вложил в развитие предприятия силы и энергию. Медалей «Трудовая доблесть» удостоился и Виктор Константинов – регулировщик радиоэлектронной аппаратуры. На заводе он трудится почти 40 лет. У меня тут сын работает. Еще буду ждать, чтобы внук. Тоже увидите его в белом халате здесь. 50-летие Лары – праздник не только одного завода, но и всей Чувашии, отметил в своем выступлении в Рио главы республики Олег Николаев. Именно такие высокотехнологичные предприятия работают на имидж всего региона. Режда Андреева, Владимир Сендеев, Вести Чувашия.